Всем огромный привет! Сегодня утром ко мне приехала моя долгожданная посылочка с сайта Флакони. Я себе на день рождения решила заказать кое-какую косметику. Небольшой заказ, но тем не менее, я думаю, вам будет интересно. И давайте сразу же приступим. Вот такая вот маленькая коробочка. Давайте открывать. Что же в ней, что же в ней, что же в ней. Так, разные флайеры вижу. Возможно, мне туалетные водички вот эти вот положили. Не знаю, от Zadig & Voltaire. Но я вот этот аромат уже пробовала, и он мне не очень понравился. Какая-то нотка немножко раздражающая есть в ней. Что-то слабенькое. За такой, ну как бы, по идее, приличный заказ положили только один аромат от Хлоя. Возможно, это новинка какая-то. Хлоя Эо Де Парфюм. Не знаю. Возможно, у меня есть версия туалетной водички, а это как раз-таки парфюм. Вот такой вот. Версия туалетной водички, если не ошибаюсь, тут вот белый дозатор. Ну, не чёрный колпачок здесь, а белый. Посмотрим. Это парфюм Хлоя. Итак, что же я заказала? Значит, вы знаете, насколько я люблю... Специально принесла вот эти вот румяна от Нарс. Посмотрите на эту упаковочку. Это запечённое желе. Формула румян запечённое желе. И у Нарс оказывается несколько формул различных. Вот такая вот цветовая гамма. Даже по вот текстуре можно видеть, насколько это такое ощущение, будто кремовые румяна. Но, действительно, они не кремовые. Они полусуховато-кремовые, наверное, сказал бы. Обожаю эти румяна. Я вам уже не раз рассказывала о них. Люблю-люблю. И когда я увидела, что появилась лимитка, ну, я сразу же не обратила внимания. Лимитка тоже палеточка, потому что, в действительности, очень выгодно покупать именно палетки от Нарс, так как одни румяна у них стоят чуть больше 30 евро. А вот за эту палетку я со скидкой её покупала, наверное, отдала 28 евро. Представляете, да? 6 румян, ну, скажем, 5 румян, потому что одни там как хайлайтер. 5 румян, ну, 30 разделите даже на 5, если округлённо взять, да? 6 евро, одни румяна. Мне кажется, это очень-очень выгодно. Просто хорошая цена на вот эту вот палетку оказалась, когда я её покупала. Очень рада, что я её приобрела с такой скидочкой. И вот новинка. Взяла себе снова румяна. Здесь тоже есть один хайлайтер. Ну, он как румяна написан, но мне кажется, всё-таки это как хайлайтер. Я там обзоры посмотрела. Вот, и что хочу сказать. Я получила эти румяна тоже за скидочкой. Так они стоят, если не ошибаюсь, девочки, 49 евро, мне кажется. А на сайте Флакони была какая-то акция, не знаю, то ли 20, то ли 30% скидка. Короче, около 15 евро скидка была вот на эту палеточку. Так что я за неё заплатила, получается, пусть будет 34 евро. Опять-таки же, да, 34-35 пусть округлённо будет. Опять-таки же, мне кажется, это очень-очень выгодно получилось. Ой, какая красота! Немножко вас будет ослеплять. Вот такая вот упаковочка зеркальная. Давайте вот так вот покажу. Да, вас немножко ослепляю. Таким-то образом выглядит какая красота, какая прелесть. Конечно, тут всё будет пачкаться. Уже всё тут у меня. Отпечатки пальцев. Ну, а что делать? Что делать? Теперь бы ещё открыть эту палетку, потому что они у них не так легко открываются. Ой, какая прелесть! Ой, какие интересные оттенки здесь, девочки, сейчас вам покажу. А то сама наслаждаюсь, вам не показываю. Вот такие потрясающие здесь цвета. Мне очень нравится вот этот оттенок. В последнее время хочу в коллекции именно такие необычные оттенки. Вроде кажется, что их нельзя использовать, но тем не менее, по отзывам я как бы обзор смотрела на эту палеточку. Заказала, а потом обзор смотрела. Вот. И многие говорят, что очень-очень носибельные оттенки. Ааа, какая прелесть, какая прелесть! Вот этот цвет достаточно нежный. Я не знаю, насколько как румяна подойдут мне или нет. Возможно, придётся как пудру использовать. Посмотрим, посмотрим. И это, как можете видеть, сейчас я вам рядышком покажу. Прямо даже по текстуре вы можете заметить, что в отличие от запечённых румян, они, конечно же, отличаются. Сейчас, секунду. Вот запечённые румяна. А вот обычная сухая текстура, видите, да? Так вот поближе вам. Ой. Прямо на рефил смотрите, и сразу понятно, где что. Давайте делаем свочи. Первый верхний ряд. Это значит хайлайтер. Ууу, какой он нежный. Смотрите. Нежный, я имею в виду. Цвет нежный. А так яркий кажется. Ух. Посмотрим, как на щёчках, конечно, будет вот этот вот светлый оттенок румян. Ну, возможно, эти румяна будут как baby, baby face, ну, делать эффект baby face. А вот это, мне кажется, всё-таки бронзер будет для меня. Так, первые верхние три оттенка. Вот видите, это бронзер с сияющим таким финишем будет. Ой. Шикарной пигментацией, конечно. Сейчас свочи здесь сделаю и вам покажу. Ооо. Ооо. Вот это неожиданно. В палетке этот оттенок кажется очень светлым. Но на самом деле, посмотрите на моей руке. Вот этот вот цвет. Он яркий достаточно. Как фудру точно не получится использовать этот оттенок. Давайте я вам его ещё раз покажу. Ну, обманчиво. Обманчиво. Вот этот вот цвет, насколько он светлым кажется, да? И вот на моей руке я как бы вам показать. Наверное, так не получится показать вам. Вот так, может быть. Да, они будет фокусируются. Вот. Хотя, смотрите, похожи, да? Почему-то, когда в палетку смотришь, кажется, что светлый достаточно оттенок. Ну и нижний ряд. Ох. Ооо. Вот этот оттенок вообще как тени можно будет использовать. Очень нежная текстура. Ну и последний оттенок, вот этот вот такой бордовый. Он, видите, с сияющим финишем идёт. А в палетке так и не скажешь. Вот такие вот цвета. Сейчас тоже рядышком здесь сделаю из кучи. Классные оттенки, классные оттенки, необычные оттенки. Знаете, вот то, что мне нужно. Вот такая гамма. Конечно, интересно будет вот с этим оттенком воспользоваться. Такие румяные, яркие, кричащие. Мне кажется, в перемешку с моей кожей этот цвет как такой, знаете, ярко-персиковый, наверное, будет, если с лёгкой кисточкой набирать. То есть кисточкой менее пушистой такой, да. Типа дуа-фибры. Ой, какие классные цвета. Вот этот оттенок просто вырви глаз. А, красота какая. Значит, это первое, что я себе заказала. Палеточка. Теперь у меня две палетки от Nars. И говорю же, когда снова у Nars появится формула с запечёнными румянами, я обязательно себе закажу. Обязательно себе закажу. Ну, как-то вот, не знаю, хочется мне румяна от Nars коллекционировать. Но они одинаковые. Смотрите, они одинаковые по размеру. Полностью одинаковые. Ну, видимо, стандартно так делают. Так, следующее, что я себе заказала. Вы знаете, я очень люблю вот этот вот консилер от Nars. Radiant Creamy Concealer называется. У меня в оттенке Custard. У меня в оттенке Custard. И вы представляете, я только сейчас узнала, что этот консилер оказывается... Не предназначен, ну, по логике, ну, то есть по, как бы это сказать, не логике, а по тому, как пишет производитель. Этот консилер предназначен для того, чтобы осветлять участки на лице. Допустим, вы какой-то консилер нанесли, корректирующий, да, под глазками, корректирующий или просто консилер какой-то плотный сверху, чтобы осветлить и такое glow, сияние дать. То есть не glow, сияние, потому что glow не будет от этого консилера, а такой, знаете, свежий вид, свежий взгляд, чтобы глазам сделать. Надо чуть-чуть добавить и осветлить эту зону, оказывается, а не в прямом назначении, как консилер нужно использовать. Ну, мне кажется, это и не важно, если как консилер этот продукт работает, почему бы и нет. Я просто обожаю его, не раз вам рассказывала. А как консилер у них, оказывается, есть вот такое вот чудо. Это тоже консилер в шайбочке. Сколько здесь грамм? Так, здесь 6 грамма, а здесь 6,2 грамма. То есть здесь 6 миллилитра, да, здесь 6,2 грамма. Взяла также в своём оттенке, Custard. Да, взяла в своём же оттенке. И мне интересно, какая текстура будет у этого консилера, потому что, когда я вижу вот такие вот консилеры в шайбочке, мне ощущение, что всё-таки под глазками этот продукт может быть тяжеловат. Но по отзывам я поняла, что этот консилер многим нравится именно как консилер под глаза. Давайте посмотрим. По оттенку, да, мне кажется, по оттенку очень похоже. Такая упаковка классная, да? Вот такой вот цвет. Сейчас пальчиком туда залезу и попробую текстуру. Достаточно жирный. Жирная достаточно текстура у этого консилера. Поплотнее, конечно же, если, допустим, брать консилер от... Консилер от Nars, конечно же, консилер в жидкой форме я имею в виду. Давайте сводч сделаем и этого консилера. И моего. Так, вот он. Вот. Такой вот оттенок. И рядышком сделаю сводч моего жидкого консилера. Мне кажется, всё-таки цвета отличаются. Да, цвета отличаются. Несмотря на то, что это кастард. Сейчас ещё немножко наберу, чтобы лучше было видно. Хотя, с другой стороны, видимо, просто немножко нужно дать остыть консилером, и потом цвет показывается. Хотя нет, вот сейчас смотрю, и оттенки одинаковые. Значит, это кремовый консилер, а это жидкий. Да, одинаковые. Чуть-чуть, возможно, прям слегка, чуть-чуть отличаются, но всё же они одинаковые. Очень рада покупке. Ну, посмотрим, конечно, насколько я буду рада в использовании этого продукта. Но решила попробовать. Решила попробовать такой консилер, который действительно предназначен как консилер под глаза. Конечно же, можно использовать и на определённом участке на лице, да, когда у вас, может, прыщ немножко нужно прикрыть, или какое-то пятно. Вот, такой консилер тоже можно использовать. И, кстати, вот этот консилер тоже предназначен для таких целей, чтобы прикрывать какие-то недостатки на лице. Так что это такой продукт. Ты представляете, при заказе, не знаю, на какую сумму, Нарс давал подарок. И это помада. Оказывается, это миниатюрка, мне кажется. Любой полноразмерный продукт будет. 1,8 грамм, в принципе, достаточно много. Хотя, возможно, это и полноразмерный продукт. Не знаю, не могу точно сказать. Вот такая вот маленькая помада в виде карандаша. Это шёл подарком мне. Какой классный оттенок. Какой классный оттенок. Давайте сводч сделаем вот сюда вот сразу. Ой, текстура мягенькая. Вот такой вот цвет. Красный с малиновым подтоном. Видите, да, там малиновая. Такой оттенок будет очень хорошо отбеливать зубки. Классный, яркий, прям летний оттеночек. Не знаю, мне кажется, это полноразмерный продукт. Или неважно. Даже если это миниатюрка, то этой миниатюрки намного хватит. Тем более такого яркого оттеночка. Вот такой вот подарочек я ещё и получила. Это весь мой заказ. Как можете видеть, небольшой, но тем не менее приятный. Вот весь мой заказик. Значит, заказ, по идее, вот был. А в подарок получила ещё помаду. Всё, на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok